В эфире программа «Городские новости». Здравствуйте в студии Оксана Ветрова. Вчера в жизни Донбасса произошло историческое событие. 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня это решение одобрили Госдума и Совет Федерации. Далее коротко о хронологии последних событий. 21 февраля главы двух народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту Российской Федерации. С целью определения международной правосубъектности и как следствие возможности полноценного противостояния военной агрессии украинской власти, недопущения жертв среди мирных граждан, разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда от имени всего народа Донецкой народной республики, просим вас признать Донецкую народную республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство. Ответу Владимира Путина на обращение глав двух республик предшествовало открытое заседание Совета безопасности России. Все члены Салбеза, выступившие на заседании, высказались за признание независимости ДНР и ЛНР. Наконец, поздно вечером в 21.42 все центральные телеканалы начали трансляцию обращения президента России к согражданам. Большая часть почти часового выступления была посвящена истории России, истории создания Украины как государства, текущей политической, военной и социальной обстановке в Донбассе. Сейчас практически ни одного дня не обходятся без обстрелов населенных пунктов Донбасса. Сформированная крупная войсковая группировка постоянно использует ударные беспилотники, тяжелую технику, ракеты, артиллерию и систему залпового огня. Убийства мирных жителей, блокада, издевательства над людьми, включая детей, женщин, стариков, не прекращаются. Как у нас говорят, конца и края этому не видно. А вот так называемый цивилизованный мир, единственными представителями которого самозванно объявили себя наши западные коллеги, предпочитает этого незамечательно. Как будто и нет ничего, всего этого ужаса, геноцида, которому подвергаются почти 4 миллиона человек. И только потому, что эти люди не согласились с поддержанным Западом переворотом на Украине в 2014 году. Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины. Все эти годы настойчиво и терпеливо боролась за исполнение резолюции Совета безопасности ООН 2202 от 17 февраля 2015 года, закрепивший Минский комплекс мер от 12 февраля 2015 года по урегулированию ситуации на Донбассе. Все тщетно. Меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется суть агрессивный националистический характер самого режима, захватившего власть в Киеве. В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Сегодня же Народный совет ДНР ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. Сегодня утром в администрации Харциска состоялось очередное еженедельное аппаратное совещание. После вчерашних событий настроение его участников было приподнятым. Как не начать с самой долгожданной за последние 8 лет новости? С этих слов и началось сегодняшнее онлайн-совещание, проведение которого было возложено на первого заместителя главы городадминистрации Олега Подустова. Заключены договора о сотрудничестве во всех направлениях, а самое главное в том числе и в сфере обороны. Это состоялось 21 число. Я думаю, что это будет красный день календаря. Посмотрим. Всех искренне поздравляю с этим событием. Каждый из присутствующих к этому более чем причастен. После небольшого вступления внимание первого зама было сосредоточено на докладах руководителей подразделений администрации. О коммунальной ситуации в городе за минувшую неделю доложила начальник УЖКХ «Харциска» Ирина Дудко. На прошлой неделе у нас, конечно, были сборы с графиком по вывозу твердых гитовых отходов. Это связано было с тем, что из пяти единиц спецтехники, которая обычно задействована вывозом твердых гитовых отходов, на территории города работало только две единицы. Одна единица находится по распоряжению Министерства строительства на неочередном, не плановом техническом АСУР осмотре в Донецке. И две единицы была поломка, они находились на ленинге. На этой неделе в вывозе мистера участвуют четыре единицы техники, поэтому предприятие войдет в график по вывозу твердых гитовых отходов. Ирина Дудко сообщила, что в этом году в Харциске будут отремонтированы около десятка объектов жилфонда. 16 февраля этого года постановлением номер 12.11 принято мероприятие по повышению эксплуатационных характеристик жилого фонда на 2022-2024 год. Согласно мероприятиям 2022 года у нас запланировано 10 объектов. Это два фонда, три крови и три объекта. Как только смерть и назначение будут утверждены, процедуры запутки на электронной торговой площадке сразу начнутся. Помимо жилого фонда ждут в этом году ремонта и некоторые социальные объекты в городах и поселках Большого Харциска. По мероприятиям уже 2022 года, 12.12, у нас четыре объекта и два изготовления проекта. Из четырех объектов насильщики без зеленки есть, две еще в работе этапов. У нас, значит, библиотека. Это, ну, как один из таких основных моментов по социальной сфере, скажем. Там ремонт кровли и фасад. Плюс огнезащита. Замена будет оконных блоков. Ну, то есть полностью будем приводить в порядок. Доклады о проделанной за семь дней работе в Зуевке и Троицко-Харциске предоставили руководители поселковых администраций. За отчетный период коммунальным предприятиям проведены работы по уборке мусора, подметанию дорожек, тротуаров на площади Шахтерской, площадь Попеды. В сфере молодежной провели обрезку кустарников, сбор сухой мисквы. Силами временных работников проведена вырубка порослей на прилегающих территориях заброшенных дворог по улице Ленина и Полуканово. Выполнены следующие работы по благоустройству. Я хотел сказать по поводу приоритета обозвучивания на аппаратных совещаниях работ по благоустройству. Это очень важно. Мне хотелось бы на каждом аппаратном слышать о проделанных работах. Сейчас погода позволяет и нам на это нужно обращать максимальное внимание. Об эпид-ситуации в городе сообщила замглавврача Харцисской ЦГБ Елена Запорожец. На сегодняшний день на территории Большого Харциска сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости. Продолжается прививочная кампания. Завершая совещание, Олег Подустов затронул самые актуальные темы текущего момента – темы эвакуации и мобилизации. Если у кого-то еще есть из сотрудников необходимость в эвакуации, то эта тема не окончена. Она продолжается до тех пор, пока каждый желающий не будет эвакуирован на территорию Российской Федерации. Также касательно и мобилизационных мероприятий. Военкомат открыт, пункты предварительного сбора граждан функционируют, безопасность обеспечена. В связи с чем особый акцент в коллективах на эти два острых вопроса. Между тем, ситуация на линии разграничения продолжает оставаться крайне напряженной. Количество обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ не уменьшается. Вооруженные формирования Украины с 3-х часов ночи понедельника и до 3-х часов ночи вторника 55 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрел попали районы 30 населенных пунктов республики. Вчера вечером два девятиэтажных дома в Никитовском районе Горловки повреждены обстрелами. Так, по улице Казарцево повреждено 18 оконных и 12 балконных блоков. Также осколками посечен фасад здания по улице Москаленко, 57 окон и 13 балконных блоков. Представительство ДНР ВСЦКК сообщает, что вчера в 18.20 по району аэропорта было произведено 5 выстрелов из танка. По оперативной информации, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ зафиксировано попадание боеприпасов в жилой дом в Кировском районе Донецка. Обломками привалило женщину. Сообщается, что она повреждений не получила. Ее вытащили соседи. У нее был шок. Сегодня утром украинские диверсанты на трассе Донецк-Горловка осуществили подрыв минно-взрывного устройства. В результате террористического акта погибли трое гражданских, находящихся в проезжавшей мимо машине. Уберечь от войны детей и стариков. Именно с этой целью уже пятый день в Донбассе идет массовая эвакуация населения. В пятницу 18 февраля из Харциска на границу с Россией уехал один автобус. В субботу и воскресенье семьи, принявшие решение эвакуироваться, направлялись на железнодорожный вокзал. В эти два выходных дня электропоезда к станции Успенская следовали, можно сказать, один за другим. В понедельник через Харциск проследовали четыре электропоезда с беженцами. Сегодня на платформе нашего железнодорожного вокзала сделали остановку всего две электрички. Поток уезжающих в Россию на время, пока идут массированные обстрелы территории ДНР, заметно уменьшился. На Харциский железнодорожный вокзал организован на автобусами и своим ходом прибывают жители Ждановки, Кировского, Зугреса, Пролетарского района Макеевки. Антонина Петровна с четырьмя внучками уезжает в Россию с Пролетарки. В последние дни ей стало тревожно за детей. Со своей бабушкой неразлучны двое близнецов Настя и Маша, самая младшая внучка Лера и старшая Даша. Завтра свой день рождения она уже отметит вдали от войны. У меня на попечении четверо внуков, и поэтому я боюсь. Надо вывезти их. Едем к родственникам в Таганрог. Там дядя у нас в Таганроге сказал, что срочно выезжайте, за детей боится. Татьяна Ивановна тоже уезжает с внуками. Из Ждановки на Харциский вокзал ее доставил эвакуационный автобус. Организовано вообще прекрасно. Утром за два часа позвонила диспетчер, и не раз, очень без нашего исполкома. Подошли, постояли минут пять, подошел автобус. Вышли ребята, мы не знали, что это наш автобус. Вышли ребята молодые, подошли, сумки взяли, поставили. Прекрасно. Пять минут мы сели. Сюда приехали, нас встречают. Пожалуйста, сели. Ожидаем. Я честно не хотела сама ехать. Это меня дочь попросила из-за внуков, чтобы больше не слышали. Мы в 2014 году в подвале сидели. Мы сейчас решили выехать. Они остаются, потому что отца, скорее всего, призовут. Мать больницы работает. А я с внуками поехала, да. В пустовавших в последние годы залах ожидания Харциского ЖД вокзала четвертый день подряд многолюдно. Жители Донбасса ждут спецпоезда. На пятый пункт в третьих москоруме прибывают аваруационные поезды. Со своей хозяйкой, харцезянкой Дианой Касьяновой, сегодня уезжает и четвероногий друг Ричи. Его тоже решено эвакуировать, как члена семьи. С фотографией, с паспортом, со всеми документами. Я еду с кумой, с детьми. У меня ребенок уже в Таганроге находится, несовершеннолетний маленький. Она раньше там. А я еду. Муж здесь остался, на шахте работает дальше. Сегодня на утреннюю электричку зарегистрировалось 49 человек. Третий вагон электропоезда на Успенку был зарезервирован за Харциском. Администрация города, волонтерами, народной дружиной, представители молодой республики оказывается всесторонняя помощь в этом процессе. Люди, ведется запись сотрудниками на железнодорожном вокзале. Оказывается информационная поддержка. При оформлении документа ведется учетная запись. Также жители обращаются на наши эвакопункты, которые, адреса размещены в социальных сетях. В суете один из пассажиров забыл на вокзале свой рюкзачок. Оставленную в зале ожидания вещь вовремя заметили железнодорожники. На пару минут отправление электрички пришлось задержать. Самый быстрый из народных дружинников, помогающих с эвакуацией, мигом доставил потерю хозяину рюкзака, и электропоезд отправился в Иловайск и далее к российской границе. Сегодня утром глава ДНР Денис Пушилин принял ряд решений, связанных с обороной республики. Речь идет об изменениях в призыве на военную службу и создании специальных формирований. В городском дворце культуры не останавливает свою работу пункт предварительного сбора граждан. Вчера вечером туда на нескольких автобусах прибыли призывники, большую часть из которых составляли харцизские трубники. С собой взяли только самое необходимое – документы, теплые вещи, средства личной гигиены. Перед началом процедуры регистрации заводчане обратились к сотрудникам военного комиссариата с просьбой не разбрасывать их по разным воинским частям, чтобы встать на защиту родного края плечом к плечу. Из Харцизка призывников централизованно отправили на сборные пункты, где будут сформированы воинские команды для дальнейшего прохождения службы, сначала в учебных подразделениях. Сегодня глава ДНР подписал указ о призыве на военную службу граждан 95-го 2004-го годов рождения, не пребывающих в запасе, а также внес изменения в документ о проведении общей мобилизации, согласно которым призываться на военную службу в качестве добровольцев могут мужчины старше 55 лет. Вчерашнее историческое событие добавило всем нам уверенности в том, что уж теперь-то точно украинским карателям нас не одолеть. Всех защитников Отечества с наступающим праздником! От всей души желаем вам остаться целыми и невредимыми, с победой вернуться домой! И до встречи на канале ТВСФЕРА! 28 января 1918 года Совнарком принял декрет о создании рабоче-крестьянской Красной Армии, а 11 февраля – такого же рабоче-крестьянского флота. 22 февраля того же года Советское правительство опубликовало воззвание «Социалистическое Отечество в опасности». Буквально на следующий день, 23 числа, состоялись массовые митинги с призывом записываться в армию. На призывные пункты хлынули добровольцы. Этот день и стали праздновать как дату создания армии и флота. Он еще назывался «День Красного подарка», прозрачно намекая, что военнослужащим будет приятно получить в личное пользование какой-либо сувенир. В 1938 году краткий курс истории ВКПБ изложил новую версию происхождения праздника, как «День первой одержанной Красной Армии победы над немецкими оккупантами». После Отечественной войны праздник переименовали. С 1946 по 2006 мужчины праздновали День Советской Армии и Военно-Морского флота. А затем все они попали в категорию «Защитников Отечества». С тех пор все, кто чувствует себя защитником своего государства, 23 февраля с полным основанием принимают поздравления и подарки. Небесная канцелярия в этот день приготовила для нашего региона не самую худшую погоду. Днем облачно, с прояснениями. Температура воздуха 9 градусов. Северо-западный ветер 5-8 метров в секунду. Ночью переменная облачность. Температура воздуха 2 градуса. Северный ветер 3-5 метров в секунду.